но самое главное ударная сила у них сегодня присутствует сразу давайте я представлю у нас заодно и пятерку единственный без замен которая будет в плане набора очков игрока это алферова любовь и булайф анатолий сегодня есть так что майами может подцепляться в этом матче хотя конечно нет мы посмотрим пошла раскидка алферова в угол вот тут неплохо сейчас получит бросал мяч свалился кольцо и в итоге 52 лидирует у нас майами но повторюсь что не часто не часто у ее блокшот сейчас выписывает булайф соответственно своему оппоненту пытается раскидать мяшки не знаю может там открыто а там ребят же там девочка фотограф сидит может открыл просто является хорошо хорошо сейчас за этот мяч активно очень цеплялись поляков забыл но нет опять со среднего этот раз засоса из эдуард кашу виталий у нас получает персональная слов на подбор пока очень мощная за спин 2x опять со средней но немножечко мне кажется поспешной все-таки пока решение от восьмого номера нужно ему чуть-чуть согреться хорошая передача на булаевая но вот он а skyhook кашу промахивается досаду достаточно промаха 22 номера по периметру опять кашу свободен и в этот раз опаздывает вот на ну любит эдуард почему я все время пытаюсь кашу назвать эдуард виталий конечно а вот эдуард и сейчас перехватывает и быстром отрыве ой 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 жив и цел за самое главное падение смотрелось не очень приятно вот на 13 на 12 только что убери тайм-аутом было из него фалферова и то еще одна треха нет в этот раз все-таки на переднюю булаев не дотягивается мяч через него перелетает ну и эдуард продолжает кист бегущих игроков и кис и кашу и в принципе я думаю при необходимости может и королев руку все-таки немножко так тяжеловато смотрится у них атака алперова еще 1 3 и теперь нужно поупираться в защите если хотят все-таки skyhook в этом матче соперника не отпустить булаев очень-очень неплохое движение баев дальше крыслова нашел и они вот так как по линии выстроились игроки теннесси не были готовы там перехват но готова нет сейчас булаев мажет но селезнев там селезнев очень много хорошие такой черновой работа 1 4 3 4 3 бросок к сожалению для матвеева был такой поспешный немножко так смотрел с поспешным крыслов самое сильное вооружие но здесь совсем свободный крыслов вроде потеряли мяч игроки майами ну прям совсем не одного алферова попал первого так точно алферову и и нельзя бросать одну все это понимают прекрасно игроки skyhook ой 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 какая скидка классная на селезнево майами за ними ну просто могут не успевать их мало и они устанут в конце концов как бы не хотелось видеть там упал очень неприятная пытался до матвеева станислав дайте 9 номер пускай хук крыслов и матвеев ну такие по габаритам наверно близкие два игрока вот таки садуар палит в итоге можно сказать что молчанов свои действия успешно провел крыслов со средней получения забивает поляков опаздывает сложно все устраивается кису продолжают доверять но эдуард как лидер команды действительно себя во многих эпидодах берет шуб от четверых ну не знаю не знаю решение очень спорная молчанов этот мячик выкрадывает у соперника ведь на проходах вот этих неплохая скидка вот сейчас хорошее движение королев немножко на себя тормозил тем не варушкин все равно свободен там окан и сел вернее киес но быстрый отрыв кашу там пока просил полы вернуться и заведенной посмотрим посмотрим может быть случится чудо вчера цска умудрились минус 20 одно практически отыграть вот пожалуй мяч перелетел кольцо алферова продолжает раскидывать крыслов там на него уже практически поляков лег и перехватывают мяч кашу вот вот того чего не хватало очень то начинает ну и алферова повторю что алферова игрок который сказал свое слово и дальше такая паузу вела булаев хорош вот так вот ему доверяют мяч постучать все таки в любительском баскетболе такие ситуации бывают крыслов там пока что по руке его зацепили но не забыли но нет долго не бросала любовь не попадает крыслов там из-под кольца мажет держится за ногу возможно неприятный контакты кольцо тем более что только в атаку мяч привели там соперника уже стояли в защите можно было чуть-чуть подвигать мне кажется это бы не помешало приводит потому что мяч к майами возвращается алферова варушкин успевает на него выйти сразу начинает давить ба какая перед кто из игроков skyhawk на эту историю скажем так не переключился варушкин из угла забила оттуда ну примерно учить даже мяч несмотря на то что больше и опять скорость подводит опять скорость его подводит потеря но здесь было играть вот интересное решение крыслов тем время убивает но так вот 4 на 4 все-таки готовится молчанов вернуться у нас в игру сейчас будет пауза из угла варушкин пытаясь опять-таки очень быстро атаку провести для своей команды бросает не попадает крыслов уже как стойки на тренировке соперников а по когда защита еще толком у них не устраивалась но к сожалению большому не смогли не смогли этого реализовать ну и в защите могут они разобраться кому кого держать и как защищаться опять-таки молчанов против варушкина очень часто оказывался и